В четверг состоялось очередное заседание Ивановской областной думы. Вопросы на повестке дня стояли самые разные. Например, во втором чтении был принят закон об оказании бесплатных юридических услуг многодетным семьям и освободившимся из мест лишения свободы. На прошлом заседании коммунисты пытались добавить в этот список выпускников детдомов, но поправка была отклонена. Мы с вами без всякого дополнения проголосовали на той думе 2 миллиона о посвящении деятельности исполнительной власти в средствах массы 2 миллиона. А здесь добавить 300 тысяч мы выделять предполагаем, а здесь хотя бы 400 тысяч. И вопросы самых незащищенных категорий людей им была отказана бесплатная правовая бонус. Главной новостью дня стало принятие во втором чтении закон об обеспечении многодетных семей земельными участками. Ранее земля предоставлялась лишь семьям, в которых третьи и последующие дети родились после 1 января 2011 года. Теперь это ограничение снято. И на земельные участки могут претендовать абсолютно все многодетные семьи. Таких в нашем регионе сейчас более 3,5 тысяч. Теперь мы должны решить вопрос по данным статистики 3,5 тысячи семей у нас имеют, 3 и более детей. И получается, что мы решили только одну десятую часть вопроса. А 9 десятых нам предстоит решить. Большинство нагрузки ляжет на Ивановский район, на город Иваново. Но я думаю, что опыт, полученный в результате первого года работы этого закона, позволит реализовать его успешно в будущем. Разногласия среди депутатов вызвал закон об организации охраны здоровья граждан. Напомним, теперь все лечебные учреждения будут находиться на балансе области. Замечания депутатов вызвали меры социальной поддержки больным, также прописанные в законе. Перечень бесплатного лекарственного обеспечения под тем нозологическим единицам, которые даны в нашем законопроекты, не соответствует перечню, который и в постановлении правительства Российской Федерации и в федеральном законе. Он более меньше, чем есть. И последнее. Ну, конечно, рассматривая вопрос о продуктовом наборе стоимостью 200 рублей, давайте подумаем, что можно на эти деньги купить. Несмотря на язвительные замечания, закон во втором чтении был принят. Те 200 рублей, которые говорили, конечно, это мало сегодня, но мы же всегда говорим о том, что это мера поддержки, то есть это плюс к тому, что может сам гражданин. И потом 200 рублей, это же ни на месяц, ни на год, это на курс лечения, там, 2-3 недели и так далее. Вот, конечно, мало, но при вот рассмотрении бюджета, конечно, будем смотреть эти вопросы. И по питанию школьников, которые сегодня остро стояли, и по проблемам медицины будем рассматривать на публичных слушаниях при подготовке к первым, второму чтению.